Поршневой, а конкретно о свойствах поршней, очень мало информации. То есть есть только такая информация сумбурная, что вот коланые поршни, они лучше, чем литые, потому что держат там большую температуру. А конкретно, что, как, весь механизм информации нет. Так вот, чтобы понять, какие поршни лучше всего ставить на двигатель, нужно знать, в каких условиях они работают. Следовательно, нужно знать, какие силы и температуры, и процессы происходят в поршнях и действуют на поршне. Какие силы? Значит, рабочая температура самого рабочего тела, именно газа, то есть рабочая температура газа, от 300 градусов Цельсия до 2200-2800 градусов. То есть в зависимости от состава смеси, богатая смесь температура меньше, бедная смесь температура больше. Днище поршня, то есть его верхняя часть, которая непосредственно контактирует с газами горячими, воспринимает на себя днище 10-30% всего тепла, которое выделяется в двигателе и уходит в систему охлаждения. То есть если взять систему охлаждения, 100% тепла какого-то выделилось, то из них от 10 до 30% воспринимается поршнем. На быстроходных форсированных двигателях эта цифра больше, то есть может быть и 40% и 45%. Это относится к тихоходным, к таким среднестатистическим, не форсированным, серийным, стандартным, вазовским и другого типа моторов. Значит, рабочая температура поршня в общем является 300-350 градусов Цельсия. В дизелях эта температура доходит до 400 градусов. Но поршень сам по себе греется неравномерно, потому что верхняя часть контактирует с газами, нижняя часть не контактирует напрямую с газом, то есть идет теплопередача. Если рассмотреть схематически, то есть вот взять поршень, днище поршня, жировой пояс и канавки для колец. Раз, два и подмаслосъемное кольцо. Потом идет подпалец, канавка и дальше юбка. То есть понятно, поршень, днище, прорези для колец, для пальца отверстие. То температура, если взять, допустим, предположить, что 300 градусов имеет у нас поршень, то в центре поршня, по центру днища, нагревается до 300 градусов. У дизеля оно даже до 400 градусов нагревается. И потом, как бы по косой, температура на конце днища меньше. Она составляет, в зависимости от конструкции поршня, от массивного, там, массивной, менее массивной, и характеристики двигателя, она может составлять, как те же самые 300 градусов, точно так же 250 она может быть. То есть вот в таких обычных автомобилях где-то 250 градусов в среднем, при полной нагрузке. В районе перехода от поршневые кольца и маслосъемные, в районе перехода от поршневых, то есть компрессионные кольца и маслосъемные. То есть при переходе от компрессионного к маслосъемному, вот в этом вот, этот пояс, нагревается примерно до 200 градусов. Это схема, экспериментальные данные, рабочие, с автомобиля ЗИЛ-130. Но это закономерно, то есть тенденция по распределению температуры, это же закономерно на все остальные двигатели. Ну и сама юбка уже, конкретно здесь, нагревается до 140 градусов. То есть температура распределяется по поршню неравномерно, то есть нельзя сказать, что он 300 градусов нагрелся, это полностью весь поршень. То есть днище нагревается больше и дальше меньше температура и меньше. Из этого следует, что поршни, которые применяются в двигателях, должны обеспечить, первое, минимальный вес, потому что это влияет на технические характеристики двигателя, то есть массивность. Минимальный вес, но при этом они должны сохранять устойчивость, то есть они не должны поддаваться сильной деформации. И зазор между поршнем холодного двигателя на холодную и на горячую не должен сильно отличаться. То есть они должны минимально, скажем так, деформироваться, чтобы или не заклинить на горячую, или если он будет очень прослаблен, он на холодную будет стучать, и уплотняющие его свойства будут плохие. И большинство газов будут прорываться в картер, что сделает заводку двигателя очень сложной. Поршни изготавливаются из алюминия, специальных марок, там их несколько, я на этом, именно на марках останавливаться конкретно не буду, но кому интересно, можете мне писать, я вам скажу. Но дело тут не в марках алюминия, а конкретно в свойствах, значит, должен иметь вес, ну, материал, из которого делается поршень, должен иметь вес, то есть 2,6-2,9 грамма на сантиметр кубический. То есть, чтобы он не был сильно, чтобы он не имел сильно большого веса. Также, к материалу требования такие, чтобы он при нагревании имел меньший коэффициент линейного расширения. То есть, чтобы он при нагревании меньше деформировался. Также, от поршня обычных современных двигателей, имеют материал, их коэффициент линейного расширения, имеют от 16, умноженное на 10 в минус 6 степени, до 21, умноженное на 10 в минус 6 степени, единица градус. Это литые поршни. Кованые поршни, которые делаются путем штампования, то есть, есть заготовка, которая разогревается до определенной температуры, ложится под пресс и формой штампуются в форму поршня. Ролик такой есть в сети, можно с ним ознакомиться, если очень кому более интересно. Но материал, который применяется именно для кованых поршней, он имеет коэффициент линейного расширения больше, чем литой. Потому что для штамповки он должен обладать достаточной мягкостью. И коэффициент линейного расширения именно на литых поршнях составляет 24, умноженное на 10 в минус 6 степени, единица градуса. Поэтому, в данном случае, кованый поршень по линейному расширению очень сильно уступает литому. Вот поэтому разница очень существенная, почти на 30%. Также твердость самого поршня, материала из которого он отлит, которая обозначается как ХБ, твердость должна быть 90-140 единиц. Величину ХБ не путать с величиной для закалки стали HRS. То есть это разные единицы. Это для цветных металлов, это для стали. Далее, что касается самой конструкции поршня и температурного распределения. Днище воспринимает на себя всю температуру, выделяемую газами. И является первоисточником. Оно греется больше всех. И от него температура, тепло от центра поршня распределяется к периферии. Конструкция днища, можно ее делать, и делается вариантами. То есть, менее толстое днище с переходом к стенкам и более толстое. При различной компоновке теплоотдача будет разная. На более массивном поршне теплоотдача будет очень хорошо переходить ко всем кольцам. При менее массивной конструкции теплоотдача будет осуществляться в основном через жировой пояс и через первое и второе компрессионные кольца. Если сделать поршень очень массивным, когда тепло будет сильно передаваться на кольца, это тоже будет плохо, потому что кольца рассчитаны на определенную рабочую температуру, и свыше которой они просто потеряют свою упругость. Поэтому при изготовлении поршня учитываются все вот эти вот процессы и фактический размер, я приведу в пример размеры поршня двигателя ZMZ66, то есть GAS66, ну или то же самое, что GAS24, там у них одинаковая поршня. У него диаметр 92 мм. Диаметр самого поршня 92 мм. Жировой пояс выполняется диаметром 91,45 мм. Перемычка между первым и вторым компрессионными кольцами Выполняется в диаметре 91,60 мм. Перемычка между вторым компрессионным и маслосъемным делается диаметром 91,30 мм. И расстояние от маслосъемного кольца до пальца делается диаметром 90,45 мм. А юбка уже в самом низу выполняется в диаметре 92,00 мм. Это было подобрано как расчетами, так и экспериментально, чтобы при нагревании поршня его расширение, когда он расширяется и деформируется, чтобы эти размеры компенсировали его деформацию и в нагретом состоянии поршень получался почти ровный. На это очень сильно влияет коэффициент линейного расширения материала, из которого делается поршень. Поэтому, чем больше коэффициент линейного расширения, тем больше нужно делать погрешность между основным, не только основным диаметром и жировым поясом и так далее, а еще и между зазором между цилиндром и поршнем на холодную. Так как коэффициент линейного расширения материала очень сильно сказывается на технологии изготовления, поршень в разных местах по-разному расширяется, другими словами, он по-разному деформируется. Поэтому в конструкции литых поршней, чтобы еще больше уменьшить коэффициент линейного расширения, соответственно, поршень сделать более плотным на холодную и сделать его более прочным, применяются металлические вставки в сам поршень при литье. Вставки делятся, в принципе, на два вида классификаций. Пластины, которые имеют форму, то есть отверстия под палец, отверстия для литья и как бы зубы для зацепления, и кольца, которые вставляются в поршень при литье. Пластины такие, если посмотреть на поршень, они имеют вот такую форму. То есть тут вот отверстия под палец, в них они имеют загнутую форму. Плюс на концах у них как зубы сделаны, и отверстия дополнительные, чтобы при отливке хорошо зашел сплав в них, и они в таком состоянии застыли. Такого типа кольца, они вставляются в поршень, если рассмотреть поршень, грубо говоря, то есть вот днище, канавки под кольца и палец, отверстия под палец, то вот эти кольца, они вставляются между бобышками для пальца и маслосъемными кольцами, то есть вот в этой вот полоскости. И если рассмотреть схематически, то они имеют примерно вот такую форму. Технология производства состоит в том, чтобы вставиться в форму, вставляются либо такие вставки пластины, либо кольца, но чаще всего ставятся пластины, они более эффективные. И заливается алюминий, то есть отливается поршень, заготовка. При этом, при остывании, создается внутри поршня небольшое внутреннее, ну, относительно, конечно, небольшое внутреннее напряжение, которое не позволяет при остывании ему полностью сжаться до минимума, как если бы он был отлит просто из чистого алюминия. Также при нагревании, при расширении, так как они сделаны из металла, из стали, они препятствуют большому расширению, сильному, как бы принудительно удерживая форму поршня. И поршни с такими вот дополнениями, с такими вставками, литые поршни, имеют коэффициент линейного расширения 9-13 умноженное на 10 минус 6 степени, то есть единица градусов. что в принципе в несколько раз лучше, чем поршни, которые имеют кованые, которые имеют коэффициент линейного расширения 24. То есть получается фактически в два раза у них коэффициент линейного расширения меньше. То есть не самого, конечно, материала, из которого поршень отлит, а в общем всей конструкции, когда поршень греется, его потом замеряют, в общем. Есть так же, делаются, но в массовое производство, к сожалению, они не попадают, потому что технологии изготовления литых поршней с металлическими вставками и так довольно сложные. Есть еще материал, который называется инвар, это железо-никелевый сплав, который имеет коэффициент линейного расширения, сам материал, всего лишь 2 умноженное на минус, на 10 минус 6 степени, единица градусов. Но, так как с этим материалом еще меньше получается общее расширение поршни, но так как этот материал очень дорогой сам по себе в производстве, то в принципе он в широком производстве поршни именно с таким материалом в принципе не применялись. Оно шло в основном на форсированные гоночные двигатели. Если рассмотреть в нагрузке на поршень в температуре и времени, то есть можно нарисовать шкалу. это у нас время T с какой-то величиной. Это рабочая температура поршня. Его рабочая температура и в частности днище 300 градусов в среднем 300-320 ну вот в частности 300 градусов. Температура плавления сплава алюминиевого самого чистого алюминия температура плавления 658 градусов Цельсия. Если это алюминиевый сплав легированный разными присадками разными металлами, то его температура плавления в среднем 660 градусов. Эта температура плавления соответствует как для кованых поршней, так и для литых поршней. Материал плавится одинаково и там, и там при одной и той же температуре. Но весь небольшой плюс кованого поршня заключается в следующем. Допустим, у вас есть поршень нагрелся до рабочей температуры. Время вот его температура примерно 300 градусов держится. Потом в какой-то момент идет повышенная нагрузка. Ну там режим большой нагрузки, как бы режим форсажа, это не столь важно. То есть идет повышенная на него теплонагрузка. Его температура начинает расти постепенно. Его плавление 660 градусов. Вот эта черта 660 градусов здесь уже плавится алюминий. Температура растет наверх. Но поршень, когда прогорает, он никогда в жизни не догреется до температуры 660 градусов и только потом прогорит. Поршень прогорает, в нем образовывается такая дырка хорошая. значительно раньше, когда температура поршня доходит до такого состояния, когда материал становится мягким, гибким, почти как пластилин. И в какой-то момент давление у вас в цилиндре до поршня давления 50 атмосфер, грубо говоря, в среднем. И вот это давление просто проламывает днище поршня и получается такая дыра большая. Так вот, весь плюс кованых поршней в том, что температура, при которой провалится днище у кованого поршня несколько выше, чем у литого. У литого, допустим, на одной какой-то отметке он уже провалится, а у кованого поршня чуть-чуть выше температура. вот в этом небольшом отличии и есть весь плюс кованого поршня. Но если сравнивать все остальные показатели, то есть коэффициент линейного расширения, это самое главное, то в принципе кованый поршень хуже литого со вставками, причем очень даже сильно. другое дело есть в ширпотреб сейчас идут литые поршни, которые не имеют металлических вставок. в этом случае да, кованый будет лучше. И весь плюс кованого поршня заключается только в дешевизне его изготовления. Потому что взял заготовку, нагрел, отштамповал прессом, готов поршень, обработал его. А литой нужно форму, нужно отливать под давлением, то есть это целый технологический процесс. Поэтому литые поршни со вставками, они мало того, что у них уплотняющее свойство лучше, у них как следствие и теплопередача лучше, потому что зазор изначально меньше, теплоотдача лучше. Во-вторых, они более прочные с металлическими вставками. И еще момент следующий, о котором почему-то нигде ничего не пишется и никто никогда не говорит. Когда поршень есть у него рабочая температура, 300 градусов, и в какой-то режим, в какой-то момент вы даете повышенную нагрузку, либо форсаж, либо тянуть что-то там в гору, как бы, то температура поршня начинает подниматься во времени. То есть он начинает греться сильнее. Но если после этого, через вот этот промежуток времени, за который температура выросла, вы нагрузку убираете, то через какой-то промежуток времени температура упадет и снова станет рабочей, нормальной. Поэтому иногда можно давать повышенную нагрузку в режиме форсажа на двигатель. Но тут уже надо с умом это дело делать, нужно чувствовать двигатель. Потому что нагрузка, именно тепловая, температурная на поршень, зависит очень сильно от механизма газораспределения, то есть от фаз газораспределения и скоростной характеристики двигателя. Например, почему-то у всех в народе считается, что чем меньше обороты двигателя, тем он экономичнее и ресурс у него лучше. Но на самом деле это не так. У двигателя есть конкретный режим скоростной, в котором он лучше всего себя чувствует. Например, если обороты двигателя, скажем, 2000 оборотов и обороты двигателя 4000, то если предположить, что машина двигается, автомобиль двигается с одной скоростью, но только на 2000 он двигается на четвертой передаче, а на четырех он двигается на третьей передаче или на второй, то количество циклов при четырех тысячах естественно будет в два раза больше. И время контакта рабочей смеси, то есть именно газов воспламенившихся с поршнем в два раза меньше, то есть чередуется впуск, сжатие, воспламенение, выпуск и опять впуск и частота чередования больше, а значит время именно конкретного контакта с горячим газом на 4000 меньше, хоть циклов происходит и в два раза больше, на 2000 время контакта дольше, и за момент расширения, а также выпуска, в поршень отдается больше тепла, соответственно он быстрее нагревается, поэтому особенно на широких распредвалах очень чувствуется и перегревается двигатель на низких оборотах, и в принципе это и есть причина в основном прогара поршней на таких скажем средне доработанных среднефорсированных двигателях, когда распредвал стоит уже более-менее расширенный, чуть-чуть облегченный маховик, а двигатель эксплуатируют как стандартный на низких оборотах, и у него тепловой режим на поршень очень сильно нагруженный поршень и соответственно он прогорает поэтому чем меньше обороты это не значит больше экономии топлива или лучше для ресурса важно, чтобы двигатель имел свой конкретный скоростной режим который зависит в первую очередь от фаз газораспределения и от механизма газораспределения в целом и так далее температура воспринимаемая поршнем как уже говорилось ранее это до 30-40% общей температуры которая воспринимается двигателем и уходит в систему охлаждения так вот вся температура которая воспринимается поршнем она из поршня передается в стенку цилиндра и в процентах составляет примерно следующий образ через жировой пояс и через кольца компрессионное а также через маслосъемное частично через всю вот эту вот часть именно жировой пояс и до маслосъемного кольца передается примерно около до 80% всего тепла которая которая на себя воспринял поршень в юбку через юбку в цилиндр отводится примерно 25 тире 15 процентов тепла а в картерные газы масло которое контачит с поршнем с внутренней стороны отводится примерно около 5 процентов всей температуры поэтому когда делается полив маслом принудительный поршня через форсунки вещь конечно хорошая но даже при принудительном целенаправленном хорошем поливе масла температуру поршня среднюю удается понизить до 20 градусов и в основном такая система применяется на тихоходных моторах и в частности дизелях там где время контакта очень длительное с горящими газами и поршень на себя больше воспринимает температуру в бензиновых двигателях в принципе тоже можно делать такое же полив маслом но конкретно больших очень результатов в принципе он не даст важнее важнее всего обеспечить правильную хорошую геометрию цилиндра чтобы ровный цилиндр был соответствующий хон и что поршень имел минимальный зазор то есть и соответственно коэффициент линейного расширения чтобы меньше было поршни ну и зазор между цилиндром и поршнем тоже меньше тогда будет оптимальная передача тепла что касается конкретно колец то через кольца именно через первое и второе компрессионные кольца а также частично через третье то есть через маслосъемное передается всего 60% всего тепла воспринимаемого поршня примерно 60% то есть как можно видеть кольца теплопередача через кольца это один из ну то есть это в принципе основной источник передачи тепла от поршня в цилиндр и от этого зависит напрямую надежность и долговечность поршня насколько будет хорошей идти теплопередача что касается самих колец то экспериментально было установлено следующее между первым компрессионным кольцом и поверхностью поршня образуется давление между кольцом и поршнем образуется давление почти такое же как при воспламенении над днищем поршня в тихоходных двигателях это давление меньше оно составляет примерно 76% от общего давления над поршнем но в быстроходных двигателях и форсированных давление в принципе между первым компрессионным кольцом и поршнем фактически такое же как давление над поршнем то есть если у вас давление 50 или 56 атмосфер такое же давление будет между кольцом и поршнем то есть грубо говоря около 100% что соответственно лучшее кольцо прижимает к стенке цилиндра то есть распирает его при этом вытесняется большой очень большое количество масла и может и трение может быть на сухую поэтому верхняя часть цилиндра при разборке двигателя при капиталке верхняя часть цилиндра именно гильзы там образуется ступенька вот когда то есть геометрия цилиндра нарушена он не цилиндрической формы а он сверху имеет такой как бы как заход и потом та часть которая не работала то есть ступенька и вот в этом в этом месте геометрия цилиндра нарушается то есть повышенный износ второе кольцо между вторым компрессионным кольцом образуется давление примерно 20% от общего давления цикла ну и между третьим кольцом то есть маслосъемным там уже идет давление не такое большое всего лишь примерно 7,6% от общего давления цикла поэтому установка третьего компрессионного кольца на большинстве современных автомобилей уже давно не применяется то есть это раньше ставилось когда двигатели были очень тихоходные и сравнительно маленькое давление было цикла общего то есть было третье компрессионное кольцо сейчас уже почти такого не применяется есть даже разработки с одним поршневым с одним компрессионным кольцом что касается самого кольца то его давление при установке в сам цилиндр в сжатом состоянии то есть давление на стенку в среднем составляет давление в среднем составляет 1,4 тире 3,7 килограмма на сантиметр квадратный ну и плюс к этому приплюсуйте то что образуется между первым компрессионным кольцом и поршнем но экспериментально было установлено что если сделать равномерное давление то есть кольцо отлить и придать ему такую форму чтобы в зажатом цилиндре то есть в зажатом состоянии установлено в цилиндр цилиндр чтобы везде давление было одинаковое во все стороны то такое кольцо будет себя довольно плохо показывать будет почему потому что замок так как он не соединен между собой он будет у него происходить эффект который называется вибрация кольца когда при работе двигателя при обкатке цилиндр имеет относительно не ровную поверхность а шероховатую и на больших оборотах кольцо начинает именно в районе замка немножко отскакивать от стенки цилиндра то есть получается в цилиндре оно начинает вибрировать соответственно прилегание его к стенким цилиндрам хуже намного и теплоотдача намного хуже конечно эта вибрация очень микроскопическая но эта вибрация заключается не прямо в том что кольцо именно отскочило от цилиндра на какое-то расстояние большое а там достаточно даже вызвать просто плохое прилегание то есть если должно быть давление скажем 3,7 то оно отскочило и получилось давление 0,2 скажем то есть усилие пошло то есть оно не отскочило полностью но усилие у него ослаблено при этом теплопередача через кольца очень существенно ухудшается то есть поршень набирает в себя температуру а кольца ее не успевают отдавать потому что прилегание у них плохое и температура скапливается в поршне и в этот момент либо поршень прогорает если его сильно очень дать большую нагрузку или как в народе называется спалятся кольца то есть кольца перегреваются и теряют свою упругую и теряют свои упругие свойства они становятся мягкими и такой двигатель это называется спалить кольца то есть если обкатку плохо прошел спалить кольца поэтому при расчете колец при придании им формы в большинстве автомобилей принято делать чтобы эпюра давления на цилиндр была следующий если графически рассмотреть то давление на стенке цилиндра колец делается по эпюре в виде груши грушевидная давление то есть в районе замка в районе замка давление на стенке цилиндра примерно 6 килограмм на сантиметр квадратный то есть вот оно потом меньше идет и то есть по единицам раз то есть 1 2 3 4 5 6 то есть потом меньше идет где-то до 2 вот в этом в этих районах до 2 и потом оно выходит на 3 килограмма на сантиметр квадратный и в самом конце тут 3 килограмма на сантиметр квадратный и в конце в самом низу чуть больше примерно 3,5 это делается для того чтобы как можно больше усилия прикладывалось к замку и момент плохого прилегания компенсировать повышенным давлением но все равно при обкатке даже такая конструкция кольца никоим образом не исключает режима обкатки и притирки всех трущихся поверхностей потому что даже на таком все равно кольцо будет отскакивать и теплопередача будет ухудшаться об этом очень важно помнить потому что многие обкатки относятся очень как-то так небрежно то есть на обкатку надо залить самое хреновое масло чтобы побыстрее все притерлось это не так на обкатку нужно наоборот заливать самое хорошее масло чтобы обкатка происходила как можно в щадящем режиме ну обкатка допустим будет происходить не за тысячу километров а за три за четыре тысячи но в более щадящем режиме и притирка процесс притирки произойдет намного плавнее и от этого и ресурс будет больше и так далее более подробно о кольцах о форме самого буртика и так далее написано в литературе которая называется ремонт двигателей зарубежных автомобилей 1999 года издательства за рулем автор Хрулев вот эта книжка есть в сети скачайте почитайте там более подробно написано о том какой должен быть хон какая его глубина должна быть угол между рисками хона какой формы кольцо делается то есть как весь этот процесс происходит на этом я внимания сильно акцентировать не буду то есть в книге об этом написано очень подробно поэтому если вам интересно советую вам почитать ознакомиться также важно отметить следующее при изготовлении поршня ось поршневого пальца смещают в сторону относительно оси общей цилиндра на примерно в среднем 1,5 мм то есть 1,4-1,6 мм это делается для чего когда шатун идет вверх с поршнем вот центр поршня то сила ПН сила действует на поршень от шатуна и прижимает его к стенке цилиндра 1 и в то же время шатун идет поршень идет с его силы направлен наверх то есть к стенке цилиндра и наверх когда он переходит через ВМТ проскакивает и направляется вниз то происходит перемена этой силы то есть он в МТ встал и потом резко его щелк на другую сторону и переложил поршень в этот момент перекажется он контачит в основном в точках то есть точка А и точка Б то есть это нижняя часть юбки и здесь в основном это либо жировой пояс но в большинстве случаев это расстояние между маслосъемным кольцом и отверстием под палец примерно в этих точках он бьется так вот для того чтобы не было этого удара делается смещение относительно оси цилиндра то есть вот по поршню то есть относительно оси делается смещение шатуна для того чтобы в момент перекладки поршень силой с одной стороны перекладывается на другую в то же время на поршень действует равномерно давление газов какой-то определенной величины 40 амбосфер или 50 так вот чтобы удар смягчить смещает ось смещается ось на которой висит поршень и в момент перекладки происходит более мягко то есть с одной стороны давление давит на поршень а с другой стороны шатун его в обратную сторону прижимает к стенкам цилиндра для этого собственно и делается смещение пальца на бензиновых двигателях это в среднем 1,4 1,6 миллиметра 1,4 1,6 миллиметра на дизелях доходит примерно иногда до 2,5 миллиметра в зависимости от нагрузки и диаметра цилиндра также еще очень важно отметить что сила действующая через шатун которая прижимает поршень к стенке цилиндра в основном это в среднем его положении в цилиндре примерно по экспериментальным данным она примерно в в 10 тире 20 раз меньше меньше чем давление над поршнем V max то есть в 10 20 раз меньше чем максимальное давление цикла которое давит на поршень в первые градусы поворот оконечетовало когда объем камеры сгорания маленький и еще не сильно увеличился и плюс который образовывается между поршневым первым компрессионным кольцом и поршнем поэтому в верхней части цилиндра всегда изнашивается намного больше и к сожалению очень много людей не знают этих данных и думают что из-за длинного или короткого шатуна может ресурс уменьшиться или увеличиться то есть давление на стенку цилиндра или там скорость поршня скорость поршня действительно чуть-чуть увеличивается на более коротком шатуне но на ресурс в принципе это никак не влияет самое главное давление между первым компрессионным кольцом и поршнем это нужно знать и учитывать нагрузка на саму юбку поршня по данной схеме тоже идет неравномерно если рассмотреть поршень вот юбка его то действует сила именно прижимание к цилиндру его и вся ударная по эллипсу то есть посередине самое сильное воздействие на юбку и потом меньше меньше и меньше то есть на поршень неравномерно вот его шатун прижимает к стенке цилиндра на него неравномерно не на всю поверхность на половину поршни действует одинаковая сила а только лишь по центру и с уменьшением стороны и угол воздействия всей этой силы всего этого давления примерно угол фи этот угол равен примерно 90 тире 100 градусов то есть 90 100 градусов также если рассматривать его положение в цилиндре то помимо того что фактически на небольшой пояс в центре действует сила П ПН то по высоте поршня она тоже действует неравномерно в районе пальца или чуть выше она сильнее всего и потом по угасанию вниз если размещать центр пальца на ровно на половинчатой длине поршня то есть расстояние от днища поршня до центра пальца и от центра пальца до юбки конца будет одинаковое то эффект от перекладки стук будет более ощутимый поэтому обычно смещают это расстояние на расстоянии примерно 0,64 или 0,68 расстояние поршня то есть от днища поршня отступают его расстояние примерно 0,64 и в этом месте делают центр пальца поэтому поршень при изготовлении помимо того что учитывается коэффициент линейного расширения его из этого делаются его размеры то есть верхушка меньше там где днища юбка чуть больше еще сама форма поршня делается в виде эллипса так как в основном сила действует на противоположные стороны от пальца и поршень соответственно делают юбку в частности более эллипсной так как нагрузка разная и расширение его тоже соответственно будет разным и овальность всей конструкции если замерить диаметр то есть диаметр один и диаметр второй разница между ними составляет примерно вот на обычных среднестатистических двигателях это 0 182 тысячных тире 0,8 миллиметра то есть разница до 0,8 миллиметра то есть если здесь у нас грубо будет там 92 то здесь в эллипсе будет 91,2 десятых